Добрый день, друзья! Это подсвязел с общественностью акционерного общества «Самрук Казана» Дархан Аманович Калетаев, заместитель руководителя управления занятостей социальных программ города Астаны Мирлан Адлхазеевич Нарымбетов, генеральный директор Центра социального партнерства фонда «Самрук Казана» Нурлан Кенжибекович Еремветов, председатель Республиканского общественного объединения Организации ветеранов Республики Казахстан Омирзак Озгамбаевич Озгамбаев, директор общественного фонда «Евразийский медиафорум» оператор акции «ЖИНСЖИТПИС» Руслан Сергеевич Жемков и директор общественного фонда «Линия жизни-24» Эрнар Дельдабекович Нурбеков. Дорогие гости, добро пожаловать и позвольте первый слой предоставить вам Омирзак Озгамбаевич. Бұрылды. 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 Женістің 70 жылығын тойлау мерекесе өте ауқымды жүріп жатыр. Барлық өлкөлерде дерлік ардагерлерге ерекші қошамет, құрмет көрсетіліп жатыр. Соның үлгісін біз Астана қаласынан көрдік. Бұра кешеге ғотан құрғаушылар күніне байланысты. Барлық облыстардан Алматы мен Астана қаласынан ардагерлер делегациясы келді. Ардагерлер делегациясына үлкін қамқорлық жасалып жатыр. Оларды қарсалуғдан шығарып салуға дейінгі барлық бағдарламаның бәрліғы мемлекет, үкімет өз мойынын алып ошы жараларды үмдастырып өтті. Бүгін та әртен біз Мәскеу қаласына Қазақстаннан Масква дағы өтетін шеруғы қасызатын азаматтар шығарып салдық. Олар сол жаңында қамқорлық жасайтын әнелермен бірге алты ардагер бүгін жүріп кетті. Ал енді бүгінгі ай және бір айтатын мәселе, осы олы женістің 70 жылдығына атап өтігі бізің үкіметіміз үлкен шараларды бастап кеткен бұладын. Ең бірінші айта кететін мәселе, ел басы ардагерлердің мәселесіне ерекше назар аудары бұтыр. Ардагерлерге барлық жерде қамқорлығы жасалы біратыр. Сол үкіметіміз қабылдаған шаралардың ішінде елуден астам пункттерде ардагерлерге көрсетілетін көмекттері нақтыланған. Оларды атап айтсақ, бұрын пәтер алмаған азаматтарға пәтер беру ұлтан соғызна қатсықан. Одан кейін олардың тұрғын үйлерін жөндіу, республикалық бүджеттен бір мезгілді көрсетілетін қаражаттың өлшері анықтау. Оған қосымша облыстарда да бұл қаражат мөлшері, тағыда басқа өзі жұмыштасайтын бекемелерді, оларда көрсетілігі де. Және сонымен қатар, қазір мемлекеттік нағырадылар алып жатыр ардагерлер, қазір шүздің үстінде азаматтарға біздер ұсыныш жасап, содан кейін сол ел басымыз кеше осы нағырадыларда тапсырды. Және соным қосымша ұлұтан соғысына қасықан барлық ардагерлер, және тұл ардагерлеріне женістің 70 жылдығына байланысты мерекелік медалдар беріліп жатыр. Бұл шаралардың барлық арғырда жалғаса берет, жалпы бұйылғы жылда ел басымыз бұл женістің 70 жылдығына арын алған ардагерлерге қамқорлық жылды ватады. Саған байланысты тек біз тоғыншы мамырмен барлық шараларды бітірді қойдық демейміз, жылдың соғына дейін әрғырда бұл шаралар жалғаса берет. Және алдағы жылдарда да біздің қойымыз қатары сиреп, азайып қалған ардагерлерге көмек ұнансайын кен көлемді ауқымды көрсетілеттеген ойдамыз. Қазір бұлай сайфырларға жүгінетін болсақ, ұлұтан соғысына қатысқан 5 мүнгі жетмейтін ардагерлер қалып кәдір. Олардың саны күннің үнгі азайып біра жатыр. Көбі жартысына дерлігі төсіп көт аңылған денсаулығы кем азаматтар. Олар бір кезде жалындаған жастар етті, ұтанды елді қорғау үшін тепсе темір үзетін азаматтар қанмайдан қаттанды. Біз бүгінгі күніміз бен, бізіңгі өміріміз бен сол азаматтардың қарыздарымыз. Олардың еткен еңбегі. Кім денесін жоғалты, кім бір мүшесін жоғалты, кім пікіл өмірін жоғалты. Сөйтіп, олы Қазақстан осы женістің баянды болуына женісте жетуге үлкін лөс қосқан елдің біре. Соғыс аймағындағы қалған баллар үйі, қарттар үйі Қазақстанға көшірілді. Интелегенцияға Қазақстан жақсы қолайлы жағдай жасады жұмыс жасау үшін. Көптеген заводтар мен фабрикалар Қазақстан жеріне келіп қонды. Олар соғыстың жағдығына байланыс жұмысын сай бастады. Мінекі осы жұмыслардың барлығы осы күндөрі қортындыланып жинақталып жатыр. Ең асылы, ең қымбатысы Қазақстаннан шағырылған 1 миллион 200 мыңнан астам соғысқа шағырылған азаматтардың жартысы елге ұралмады. Бұл екінші майдан ашылған кездегі Анғілемен Американың біркен адам шығыннан артық шығын еді. Мінекі осындай қырвар үштің нәтижесінде Қазақстан жәңіске сөбелі үлес қосты. Соның нәтижесінде кенес үкіметі жәңіске жетті. Пөкіл дүниер үшін қалтықты адамзатты осындай азаптан бейнеттен құтқарды. Енді нақты бізің мұна жасалған жұмыстарымыз туралы айтатын болсақ, сол үкімет бағдарылымазың нәтижесінде біз Самруқ Қазнамен, Нұр Отанмен, сосын ғылым білім министерлігімен меморандумыға отырған болатын біз. Осы меморандумының нақты сандары нақты өткізілетін шаралар жақсы орындалды. Көнің көше жақында ғана біз Нұр Отан партиясымен бірге Қазақстандық кенес одағының батырлары деп атлатын үлкен кена филімнің тұсауын кестік. Бұл жұмыстар ода нәрі жалғастыр жатыр. Бүгін енді Самруқ Қазына, басшыларына, өмірзах Естайылына, Дархан Аманылына Қазақстандық кенес одағының батырлары деп аталды. Бұл алғыс тек менің ауызымен айтылған мен ардагерлердің алғысы. Ардагерлерге қол үшін беріп, көмегім беріп жатқан осы Самруқ Қазынаға біз әргезді ризамыз. Самруқ Қазынаның жүргізіп жатқан жұмыстары ауқымды. Соның үшіндегі ең бүрілкен акция женгіс акциясы туралы айты кетігіміз керек. Женгіс акциясы туралы азаматтар бүгін нақтырап айтатын болар, бірақ мен бірек іштірікті айты кетейін. Осы еліміздегі бар ұлұтан соғысына қатысқан ардагерлердің бәрінедерілік. Мұна орша тревожны күнопкаде батаймыз, өмірбелдегі де батаймыз, мұнандай телефонлар берілді. Бұл телефонлардың бір ерекшелегі баса ұрмаған кезде қалта телефон өретінде пайдалануға болады, баса ұрған кезде мұна қызыл күнопқа арқылы, бұны сол өзіне қажетті көмекке, диспетчерлік пунктке бірден шығатын құрғал өретінде пайдалануға болады. Сүйтіп осы, күнопқа басылып қабар жеткен кезде бұл кім, қай уақыттан берін ауқастанат, қай адрісті тұрат, қамқоршысы кімдер, соның барлығы дисплейді алдында шығып тұрат. Сонған байланысты жедел жәрдем көмегі бері ардагерлерге қарта жүн өле бастайды. Менеке босында жұмыстардың барлығы самырық қазына қоры арқылы іске асты. Қазір самырық қазына қоры арқылы көптеген сайттар, кітаптар, тағы басқы материалдар, сол ұлотан соғысына қатысқан азаматтардың бағыттылығыстерін насиқаттайдын көптеген жаруалары жасалып жатыр. Елімізде көптеген ескер кіштері ашылды. Күні көше ел басының башылығы менен Иван Фанфилп қарын алған үлкен ескер кіші ашылды. Көптеген елдерді дүниенің бұрынғы қабылы құрылған ескер кіштерді құлатып жатқан кезде, біздің елімізде сол әруаққа адал, ата-бабаның сертіне адал қазақстандықтар жаңадан ескер кіштері ашып жатыр. Осы мұра біздің жас ел ордамызда салынған соң кездегі ескер кіштердің барлығы женістің жеткішілдіғын арын алған ескер кіштереді. Және осы мән қатар сол ардагерлердің өмірлерін зертте ұжымыстарын жүргіздіп, бізден сол ардагерлердің 25 паезы ешқандай қажеттіліктің жоқ өкендігін айтты. Үйім бар, балашағам бар, құдайдың бергеніне шүкір, мен елге аман есен келдім, үйлендім, немерелім, балалым олдым, немерелім олдым, шөберелім олдым деген бағытта сұстарын айтып жатыр. Ал енді сұрау салынған 3 түн 2 ардагерлер болса, ардагерлердің 3 түн 2-сі 66 паезы деп атайық. Бұлар тұрмыстық мәселелерге әсіресе оның ішінде әлеуметтік мәселе, денсаулық мәселесіне, дәргерлік күтімге, дәрдәрмекке ерекше назар аударып отыр. Оның өзі заңды да 1418 түн, 1418 күн сол жау мен алыстыған, қар жастанып мұз төсенген азаматтардың денсаулығының кем болуы ол түсінікті жағдайып. Бүнеке сонтта біз қазірге ардагерлер өйімісіне қатырған бір мәселе, сол ардагерлердің денсаулығың қарайтын мемлекеттік мекмелерді болса. Ардагерлерге дәрі өлетіндер мемлекеттік дәрі қаналар болса деген ұсыныстарымыз бар, себебі жекеменшік ауру қанаға жатуға оның алған азғантай мөлшердегі пенсиясы зейнетақысын жетпейтіндегінде көрсетіп отыр. Әрине, біздің елімізді үлкен қамқорлық жұмыстарының жасалы жатқандығын айттым, атысымды жүрген азаматтарға ризияшылығымызда айтамыз, ардагерлерге алдауы ақытта да бұл ауқымды жұмыстардың кен көрсі ала беретінде сенімдіміз. Құбір Ахмет, Дархан Аманолы, сөз кезе көзінісізді. Сәлім атысындағы құрметтар пестер, бар шаңызды бүкіл қазақстандықтарды бұна келер жұтқан ұлы мереке ұлтан соғысын жетпі жылдығын женгісінің жетпі жылдығын ауалянсызды мерекелерге мерекелерімен құттықтағын келеді. Әрине біз ең басында осы акциян бастыған кезде ветерандар, республикалық ветерандар қағымдастығымен, қағымдастығымен бірлесе жұмысты ең басынан бастап атқарп кележәтіріміз. Для фонда Самурумказына и его дочерник компания поддержка участников Великой Отечественісті войны уже стала добрый традицией. Мы это проводим не первый раз на протяжении уже последних нескольких лет. Так, в прошлом году, только в 2014 году компаниями АО «Самрумказын» группы АО «Самрумказына» в помощь ветеранам и лицам, приравнив к ним, было выделено порядка 130 миллионов тенге. В этом году, в 2015 году, в преддверии 70-й годовщины, мы выделили значительную и увеличили эту сумму до 600 миллионов тенге. Конечно, основные средства пошли на помощь, материальную помощь на местах, оказанных нашими компаниями, но хотелось бы остановиться на нескольких проектах, которые мы осуществили в проекте «ЖИНГС». Я считаю, что это один из удачных, успешных проектов, которые мы осуществили совместно с Союзом ветеранами. Я хотел бы отдельно благодарность высказать и Омирзахус Гамбайчу, и правлению Союза ветеранов Казахстана. Только что Омирзахус Гамбайч очень подробно остановился и рассказал о проекте «Тревожная кнопка». Просто хотел бы вам доложить, что в течение трех месяцев было вручено 4 115 устройств, и уже на сегодняшний момент получено более 500 вызовов, которые были отработаны. Отдельно хотелось бы остановиться на информационной интернет-платформе, которая содержит историю войны, вклад казахстанцев в победу, информацию о ветеранах войны, уже за текущий период этот сайт посетило более 70 тысяч человек. И, конечно, отдельно хотелось бы остановиться и поблагодарить руководство канала ОРТ «Евразия» за проект многосерийного фильма «Наша война». Он, вы знаете, запущен 3 мая, это семисерийный фильм о героях казахстанцев, народный герой. Я считаю, что данный проект будет дальше продолжаться. Мы здесь видим историю казахстанцев, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. От всей души, конечно, хотел бы поблагодарить участников проекта «Женгис», отдельно каждого волонтера, очень много волонтеров было привлечено к данному проекту. Сегодняшняя наша встреча – это только лишь промежуточный отчет. Наша акция не закончена, она будет дальше развиваться. И я думаю, что мои коллеги могут уже более подробно рассказать о наших дальнейших планах. Благодарю вас, Дархан Аманович. Руслан Сергеевич, будет ли у вас что-либо добавить? Да, конечно. Ну вот как операторы проекта «Женгис», социально-благодарительного проекта «Женгис», мы действительно видим вот эту уникальность, видим эксклюзивность этой акции. Дело в том, что большинство проектов, которые организовываются, и акции, которые делаются в нашей стране, ну так принято, что они делаются в преддверии накануне праздников, то есть к 9 мая. И, как сказал Дархан Аманович, отличается проект «Женгис» именно тем, что это только начало. То есть то, что мы сейчас запустили, то, что мы сейчас сделали, это только первые шаги. И мы, конечно, рассчитываем, что проект будет жить долго, и дай Бог здоровья нашим ветеранам, конечно. Но мы понимаем, что годы берут свое, и большинство ветеранов сегодня находятся уже в глубоко преклонном возрасте. Я знаю, что огромное количество людей уже отпраздновало свое 90-летие, а также многие, ну там, если я не ошибаюсь, более 60 человек отпраздновали 95-летие. И мы понимаем, что их осталось мало, их осталось мало, 4700 человек на сегодняшний день. И хочется, конечно, чтобы они прожили свою жизнь достойно, чтобы они понимали, что они окружены заботой, вниманием. И наша задача сделать так, чтобы мы оказали это внимание всесторонне, системно, регулярно. Собственно, вот эти все основные критерии и качества, которые я сейчас упомянул, они есть в проекте «Женист». То есть есть эта системность, есть эта регулярность, есть эта четкость. И именно поэтому создавался интернет-портал «Женистский Зет», чтобы молодое поколение могло заходить и получать ту самую информацию о самых интересных фактах Великой Отечественной войны, о народных героях, о живых ветеранах, о том, чтобы они понимали вообще, кому они обязаны чистым светлым небом и кому мы можем помогать. Точно так же мы встретили огромную поддержку со стороны звезд и со стороны лидеров мнений Казахстана. И вот вы видите на экранах, вот здесь даже транслируется проект, подпроект, который мы назвали «Письма с фронта», когда звезды зачитывали письма с фронта и под графический аккомпанемент получилось очень так эмоционально. Большинство из них в студии прям плакали, то есть не сдерживали своих слез и эмоций. Мы понимаем, что это все по-настоящему, это все настолько живое, настолько все трогает, нас задевает. Мы живем рядом с ними, они живут рядом с нами, и мы должны им помогать. Мы хотим призвать общественность, чтобы мы вспоминали об этом, чтобы мы не забывали о наших ветеранах, чтобы мы понимаем, что мы обязаны им нашей судьбой. И вообще мы хотим, чтобы огромное количество молодого поколения, чтобы население повнимательнее относилось к нашим ветеранам. И один из моментов, который мы вместе реализовали с фондом «Линия жизни», уже упомянул Мирзак Узганбаевич, это акция «Линия жизни», когда раздавали мобильные устройства. Сегодня было сказано, что обработано более 500 вызовов, но суть не в том, что сколько вызовов было обработано. Было спасено порядка 100 жизней. 93 жизни, точно есть такая статистика, что 93 жизни было спасено. То есть это люди, которые подтверждают, что да, спасибо, мы действительно вызвали помощь, она действительно вовремя приехала, нас спасли. Это очень такой серьезный результат, на наш взгляд, за 3-4 месяца. Получается, что мы действительно внесли свой непосильный вклад и помогли нашим ветеранам. Также я хочу отметить, что огромное количество СМИ и партнеров присоединяется. Помимо мобильных операторов, которых сейчас чуть позже я скажу, присоединяется огромное количество информационных партнеров, которые подключаются и пиарят, пропагандируют факты о Великой Отечественной войне. Есть у нас и телеканал КТК, который снял передачу «Народные герои», и первый канал Евразия, который семисерийный фильм сняли. И несколько радиостанций, которые запустили просто интересные факты о войне в рамках проекта «Женис», а также тоже аналог писем с фронта, но только в радиоверсии. Огромное количество печатных СМИ публикуют информацию о героях на наших соотечественниках. И мы надеемся на то, что люди откликнутся на нашу просьбу, зайдут на сайт, обратят внимание на карту нужд. Я, наверное, по карте нужд с вашего разрешения попрошу Нурлана Кинжибейковича немножко сказать, потому что момент такой очень для нас важный. И мы собирали эту карту нужд для того, чтобы мы видели и могли помогать нашим ветеранам адресно. Мы понимаем, что эти моменты, они касаются каждого из нас. Спасибо, Руслан. Я хочу сказать, что сегодня фонд «Саморуказна» совместно со своими партнерами запускает новый проект, который называется «Карта нужд». То есть любой казахстанец, любой человек может сегодня оказать адресную и реальную помощь с помощью телефона. На КСЛ и на Кимобайл вы можете набрать четыре цифры. Один, девять, четыре, пять. Это 1945 год, год победы. Набираете, отправляете на этот номер смс небольшой, и с вас вычитается 250 тенге. То есть, если каждый из вас, это 1945, значит, номер распространен на КСЛ и на Кимобайл, на другие станции, сейчас мои коллеги назовут другие цифры. Но вот эта вот символическая цифра, это и есть номер, о котором вы можете оказать. На портале будет написано, что мы сделали так, чтобы это была адресная помощь. Чтобы вы отправляли помощь человеку, которого вы знаете, которому вы хотите оказать, регион ли это, где он проживает. То есть вы можете уже адресно направлять, и самое главное, у нас будет все открыто, все будет очень видно, кто за что получил, сколько мы отправили. И вот это, я думаю, именно, понимаете, мне очень нравится то, что это предложили наши коллеги, это такой страновой проект. Уже вся страна будет в этом задействована. И еще хотелось бы сказать, что сегодня 70-летие победы для фонда самого казна, это не компания. Эта работа будет продолжаться и дальше. Сегодня есть средства, многие наши предприниматели, многие наши сотрудники, дочерние предприятия сегодня. И воодушевлены тем, что на этом 9 мая для нас не заканчивается борьба за жизнь наших ветеранов, борьба за их будущее. Это все будет, уважаемые друзья, продолжаться. Рахмет. Благодарю вас, уважаемые гости. Пожалуйста, уважаемые коллеги, сейчас вы можете задать вопросы по теме нашей бестконференции. Первый сурак, Айхын. Айхын газеты, Халиман Бухаргызы. Енді, бүгінгі тақырп, бойынша, біз толқандах пират алдықте бөлеміз. Біздің сурамыз, осыдан үш-төр жыл бұрын, Айхын газетінде, атырау әуэржайна, Самырказынаға қарайдей. Хиуаз Доспанованың есімін беру туралы мәселе көтерілген болатын. Бұл мәселені сенаторларда көтерді. Сукуметке депутатықтік Сауау жолданды, Самырказынаға да тействі қат жолданған 2013 жылы. Бірақ, одан бері Алис жылғалға жылжыған жоқ. Продолжение следует... Продолжение следует... То есть сегодня мы все это делаем постепенно. То есть вот вчера в тестовом режиме запустили, сегодня это работает уже полноценно. Сегодня запущена услуга такая. То есть вы заходите на сайт «Жаниский Зет», прямо сразу на главной странице вы видите графу, где можно пожертвовать средства. И как только вы попадаете туда, проваливаетесь на эту страничку, вы видите сразу три опции. Теледва, Билайн, Кейселл. Три мобильных оператора, которые готовы сегодня посредством СМС уже перечислить деньги на счет организации ветеранов. У них у всех есть свои особенности. Дело в том, что у каждого сотового оператора свой короткий номер. Вот было озвучено, что 1945 это у Кейселл. Точно так же есть 1945 у Билайн, но там есть условия, что нужно отправить 100, 250 или 500. У Теледва это 4144, цифрака 500 на номер 4144, или 250 на 4143 и так далее. Это начало. То есть это сотовые операторы. Мы точно так же сейчас ведем переговоры с платформой Киви Кошелек, чтобы онлайн были перечисления. И сейчас уже в процессе прикручивается, технически вот сейчас прикручивается возможность, чтобы любой желающий мог с помощью кредитной карточки оплатить и перечислить любую сумму. Пожалуйста, уважаемые коллеги, следующий вопрос. Если желающие, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, информбюро «Очка Кейзет» Людмила Вахоченко. Первый вопрос, почему в Москву полетели только лишь 6 ветеранов? И второй вопрос к директору по связям с общественной «Самрок Казана». Как продвигается проект по созданию национальной компании «Казак Эйр», когда полетят первые самолеты, когда мы их увидим, куда и сколько будут стоить билеты? Извините, что немножко не по теме. Спасибо. Давайте мы на первый вопрос ответим, а второй вопрос мы можем по окончанию. Ну, наше предложение было 70 человек отправить в Москву. Но когда согласовали этот вопрос между Министерством иностранных дел, нам было предложено 6 мест. Это объясняется тем, что мероприятие очень большое, грандиозное в Москве, видимо, значит, решили ограничить то вшее количество участвующих в этих мероприятиях. Это было согласовано на уровне межгосударств. По «Казак Эйр» мы дадим отдельный брифинг до конца этого месяца. Отлично. А по ветеранам еще я хочу сказать, что недавно я был в Москве с нашими ветеранами. На Поклонной горе был форум победителей, куда приехали со всех бывших союзных республик ветераны, была встреча. Сейчас наши ветераны находятся на Кавказе. Многие поехали, допустим, на Украину. То есть, вы знаете, это не только связано наш выезд с Москвой. Во многих сегодня городах, во многих столицах проходят такие мероприятия, и наши ветераны там участвуют. Пожалуйста, уважаемые коллеги, есть ли желающие задать вопросы нашим гостям? Пожалуйста, подставьте. Лада Иванова, будьте добры. А вот насчет тревожной кнопки, есть какие-то отзывы? Может, кто-то из ветеранов отказывается, благодарят? Какую-то вот двустороннюю связь. Подскажите нам, пожалуйста. Спасибо. Итак, насчет двухсторонней связи. Она установлена с самого начала нашего проекта. Позвольте я вкратце еще раз напомню работу самой системы. Значит, данное мобильное устройство находится у каждого ветерана. При нажатии на кнопку, установленную на тыльной стороне, сигнал немедленно поступает в центр помощи, где он обрабатывается, операторам определяется степень угрозы, и в свое время оказывается квалифицированная и экстренная помощь. Таким образом, на сегодняшний день есть вопросы технического характера, были изначальны, когда у нас проходил сам процесс активации, но со временем они все были устранены, и в данное время по количеству подключенных, по той системе работы, которая установлена на сегодняшний день, никаких проблем, связанных с этой программой, и системы обеспечения и оказания помощи нет. От ветеранов пока никаких жалоб и каких-то предложений не поступало. То есть работа ведется планово, устойчиво, и система работает качественно. Спасибо. Можно я добавлю здесь один такой момент? Тут на самом деле, чтобы быть до конца объективными, мы должны сказать, что мы физически не успели охватить всех ветеранов, то есть их 4700 человек, но только по той причине, что они отсутствовали у себя дома, их физически не было, и, конечно, с помощью организации ветеранов мы сейчас отрабатываем этот вопрос, чтобы на месте, в областях, чтобы мы могли уже найти всех оставшихся людей. И, конечно, есть еще та категория ветеранов, которые физически не могут пользоваться устройствами. Вот именно вот эта категория людей, они не получают устройства, потому что все остальные, они не просто получают и довольны, а они пользуются регулярно. Ну, настолько регулярно, что иногда даже, ну, можно так сказать, балуются. То есть вызывают, проверяют, вы нас слышите, вы точно с нами на связи или нет. Ну, приходится общаться, помогать им. Зарешите, сейчас дополню поступление на Нурлан Кенджбеки, все по поводу наших констанцев, которые посещают, да, эти страны. В этом году впервые Акиматом города Астана было принято решение, выделены финансовые средства по поводу посещения мест охранения каастанских воинов. Каастанцы, которые погибли на фронтах Второй мировой войны. То есть на данный момент у нас около 60 заявок поступило, полностью оплачиваем дорогу. Если желание есть посетить могилу ближайшего родственника, то для этого не существует никаких препятствий. Каждого человека можем даже оплатить сопровождающего человека, если, например, там супруга, либо ребенок, либо еще кто-то, берут внуков даже, и так далее, и так далее. То есть это впервые делается, мне кажется, это очень хорошая акция. Помимо всего того большого, что делается, ну вы это все слышали, помимо денежных выплат, которые идут с республиканского бюджета, с городского бюджета, помимо того, что ветеранам, конечно, ветеранам со всех сторон, оказывается, очень хорошая поддержка, но мы не забываем, я тружеников тыла. Поймите, они тоже вложили очень огромный труд, приближали победу. По ним тоже идут большие выплаты. По выплатам могу уже доложиться, что практически, не практически, а все уже деньги получены, уже поступили на счета наших ветеранов, тыловиков. Идет сантор на курортное лечение. Только в апреле месяце мы отправили свыше 50 тыловиков в курорт Боровое. Там существует наш реабилитационный центр. Также оказана единовременная помощь по лекарственным средствам и так далее, и так далее. Как вот сейчас выступающие у меня говорили, что это, конечно, работа на этом не останавливается, работа продолжается. И с нашей стороны будет сделано все, чтобы эти люди чувствовали себя комфортно. Спасибо.